Ну и снега намело за эти дни. Сегодня 10 января. Отмечается Всемирный День Метро, поэтому всех работников метрополитена поздравляю с этим прекрасным событием. Это сильная новость, рубрика Короче. Поехали. Гомельчанин встретился с двумя проститутками в подъезде, но что-то пошло не так, и ему пришлось обратиться в милицию. Молодой человек познакомился с двумя девушками в сети. Они предложили ему интимные услуги, разумеется, за деньги. Парень не согласился. Все должно было состояться в доме по улице Мазурова. Но деньги девушки потребовали вперед. Мужчина передал 150 рублей, и наши бабочки упорхнули, оставив клиента и без денег, и без секса. Но горевал он недолго, обратился в милицию, девчонок нашли. Кстати, им 17 и 19 лет. Уже видели, как в Минске рухнул мост. Это произошло на проспекте Победителей. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина – это усталость с конструкцией, работа метро и скачки температур. Возбуждено сразу два уголовных дела. Это за халатность и за невыполнение требований при проведении строительно-монтажных работ. Впечатляющее фото. Это врата ада. Газовый кратер в пустыне Каракума в Туркменистане. Одна из достопримечательностей этой страны. Кратер появился там после обрушения шахты в этом месте. И с тех пор кратер горит уже больше 50 лет. Ну а сейчас президент Туркменистана поручил потушить этот кратер. Он объяснил свое решение тем, что из-за этих вот врат расходуется слишком много газа, который можно было бы поставлять на экспорт. А еще это не очень полезно для местных жителей.